В 71-й школе на улице Паустовского разразился скандал. 12-летняя девочка после уроков оказалась в реанимации. Причиной стала хулиганская выходка. Ученик на перемене распылил газовый баллончик на одном из этажей школы. Газовая атака прервала учебный процесс. Вышла с кабинета и почувствовала вот этот запах перца. Ну, было понятно, что это, скорее всего, баллончик. Те дети, которые были на третьем этаже, мы спускали их вниз, в вестибюль. А дети, которые были на четвертом этаже, мы попросили их зайти в кабинеты с учителями и открыть окна. Помогали в экстренной эвакуации учителям дежурные. Среди них была и ученица седьмого класса Николь Павлова, которая впоследствии оказалась в реанимации. Ходила с нами, помогала. Мы начали сразу свое расследование школьное. Ходила с нами, помогала. Она в этот день была дежурной. Она не говорила о том, что у нее есть какие-то признаки тошноты или головного окружения, или головной боли. Ушла домой после дежурства. По словам директора, девочке стало плохо уже дома. Ей вызвали скорую и увезли в больницу. В тот день от рук хулигана пострадало сразу несколько детей. Часть из них сейчас дома. Мой ребенок лежит сейчас дома. У него постельный режим. У него получается плохой аппетит, плохо себя чувствует. Было много детей, и он не понял, кто это распылял газ. Пока родители учителя думают, как обезопасить детей в школе, врачи детской городской больницы стабилизировали состояние Николь. Она пришла домой. У нее было першение в горле. После этого, когда она побыла дома некоторое время, у нее начались выраженные головные боли, тошнота и такой мелкоразмашечный тремор. И с этими жалобиями она поступила к нам. Выяснилось, что у ребенка, помимо того, что ребенок отравился ингаляционно, как возможно, кроме этого у нее есть еще заболевание. Ее заболевание, которое она болеет с раннего детства. И, возможно, раздражающее действие этого газа повлияло на то, что ее обострилось, ее основное заболевание. Тем временем в полиции подтвердили факт хулиганства в школе. Подлиткам или неповнолетним особам продаж таких способов забороны. Это незаконно. Руслан Форостяк рассказал, что о хулиганской выходке полиция узнала из средств массовой информации. Дирекция школы и родители пострадавшей девочки к правоохранителям не обращались. Полиция уже выясняет обстоятельства инцидента и готовится изучать видео со школьных камер наблюдения.